ОХОТА НА СОБАК Я очень сильно расстроилась, очень. Я прям плакала, потому что вот дружок, он настолько вот такой славный пес был, такой добрый. Он никогда никого не обидел. В Ульяновске плюют на закон и насмехаются над властью и правоохранителями. Мир не без добрых рук. Расскажи, мне одноклассники там. Один одноклассник, он наш классик хулиган, и он дергал за мной пальцы и сломал два пальца. Уникальные протезы для тех, кто в них нуждается. Старая история, новая свалка. После экологической реформы такие горы мусора должны были исчезнуть. Но мало того, что они остались, так они еще и пополняются. Почему реформа ТКО буксует и долго будет буксовать? В черте города стреляют, бьют тревогу заволжцы. Неизвестный отстреливает бродячих собак из огнестрельного оружия на протяжении нескольких месяцев. Мало того, что убивает ни в чем неповинных животных, что запрещено законом, так еще и местных жителей собачий Чикатило погрузил в страх. Шальная пуля может прилететь в любой момент. На место последнего убийства животного выехал Максим Бажанов. Собака отстреливает по всему заволжью. Сейчас мы находимся в таком подвале. Здесь еще одна жертва этих, так сказать, нелюдей. То есть вот эта собачка, ее звали Дружок, и очевидно она очень долго мучилась и скрылась в этом подвале, чтобы хоть как-то попытаться побороться за жизнь, но, к сожалению, она тоже умерла. Любовь Иванова до сих пор отходит от шока. Этот теплый уголок для собак она с подругами создала 4 года назад. Построили будки, утеплили, по очереди кормят животных. Думали, они в безопасности. Теперь страшно за каждую собаку. Любовь вспоминает, Дружок пришел в собачью семью сам. Осенью был очень добрым и ласковым псом. Я очень сильно расстроилась, очень. Я прям плакала, потому что вот Дружок, он настолько вот такой славный пес был, такой добрый. Он никогда никого не обидел. Его мордашка такая была красивая, вот похожа на Акиту. Но я даже не знаю, вот кто так мог поступить с ним. Первая жертва собачьего маньяка была убита еще летом на промзоне. Сегодня живодер перешел в город. С октября убито 10 собак. Волонтеры рассказывают, местные жители живут в страхе. Переживают как за питомцев, так и за своей жизни. Убийца стреляет огнестрельными. Это может быть вечер, он может не заметить, что где-то находится рядом человек. Даже тот же волонтер, который пришел их покормить, он может просто попасть под его прицел. А сам под уголовное дело. К слову, за убийство животных живодер уже попадает под статью. С января 2020 года действует закон о жестоком обращении с животными. Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение свободы сроком до трех лет. Полиция уже в работе. В Заводском районе у нас есть ряд заявлений от жителей города Ульяновска об обнаружении трупов животных. В настоящее время по каждому заявлению проводится проверка. Назначена соответствующая экспертиза по установлению причин смерти животных. Однако зоозащитники слабо верят в то, что полиция остановит убийцу. Предыдущий опыт показывает – подобные преступления очень сложно доказать. В каких-то случаях не было свидетелей, из каких показаний свидетелей. В каких-то случаях не было подозреваемого. В каких-то случаях не было каких-то экспертиз и не было доказательств, что это жестокое обращение. В любом случае надежда есть. Надежда, что убийство ни в чем не повинно. Животных закончится. Если у вас есть любая информация, фото, видеоматериалы или просто вы являетесь свидетелем преступления против животных, просьба обратиться по номеру телефона на экране. Вместе точно получится остановить убийцу. Максим Бажанов, Валерий Клочков, Юрий Давыдов, репортер 73. Знайте ваши права. В 2020-м члены Совета по развитию гражданского общества вели непрерывную работу с обращениями граждан. Выезды в районы, личные приемы, встречи с активистами. На контроле самые острые вопросы. Поддержка здравоохранения, образование и, главное, соблюдение различными структурами прав жителей региона. В сегодняшний день можно официально назвать точкой отсчета нового этапа. В Ульяновске открылся Дом прав человека. Единственный в своем роде по всей стране. Дом объединит в своих стенах уполномоченных области аппараты общественной палаты, палаты справедливости и другие гражданские структуры. На восельях уполномоченные приурочили к своей профессиональной дате – Международному дню прав человека. Уполномоченные договорились, чтобы не делать смешения потоков, дать возможность гражданам в определенный день недели приходить и работать непосредственно к своему вопросу. Еженедельно на Льва Толстого, 58, будут проходить приемы граждан. У каждого омбудсмена свой день. В среду работает уполномоченный по правам предпринимателя, в четверг – по правам человека. В пятницу – День блюстителя прав ребенка. Кроме них в стенах дома прав человека расположились гражданские органы Ульяновской области. Я, как председатель общественной палаты Ульяновской области, буду рада видеть здесь любого жителя Ульяновской области или инициативные группы, НКО, сообщества, для того, чтобы пообщаться с ними, обсудить их вопросы, проблемы, будет вестись личный прием, также можно будет записываться по записи. Заявителю подскажут, какой именно специалист лучше всего разберется в его ситуации. В скором времени заработает телефонная линия. Время приема – 20-30 минут. Достаточно для детального погружения в вопрос. Еще одно важное новшество дома прав человека, можно сказать, его фишка – это наличие вот такой вот прекрасной детской игровой комнаты. Здесь мы видим игрушки для разных возрастов. Это и мягкие игрушки, и конструкторы, и пирамидки, и мячики, и развивающие игры. В общем, все для того, чтобы дети не заскучали, пока взрослые находятся на приеме. Непростой 2020-й бросил достаточно вызовов правозащитным структурам. Институт уполномоченных принимал множество обращений. Лидирует по числу интересы семьи, материнства и детства. Чуть меньше, но тоже достаточно сфера ЖКХ. Немало вопросов, связанных с правами заключенных. В частности, санитарная безопасность в местах лишения свободы в период пандемии. Помимо 48-го федерального закона, мы работаем по 59-го федерального закона. То есть, самое главное, добиться того, чтобы люди, которые обращались к гражданам в мой отресток уполномоченного, понимали, что мы максимально отработали в данном направлении и оказали помощь. Детскому вопросу особое внимание, ведь права несовершеннолетних гарантируют и защищают взрослые. Важно, чтобы эта работа велась не формально, а со всей ответственностью. Наверное, самое главное и самое важное право, которое есть у детей, которое, к сожалению, в настоящее время также продолжает нарушаться, это право жить и воспитываться в семье. Всегда грустно, когда родители принимают решение расстаться и не могут определиться с порядком общения с ребенком, не могут определиться с его местом жительства. И тогда органы профилактики, не дорабатывая, так сказать, приводят к тому, что права и законы интереса детей нарушаются. Совету по развитию гражданского общества предстоит выстроить новую эффективную логистику, ведь один и тот же вопрос может относиться к разным юридическим сферам. Необходимо контролировать, как выполняются социальные гарантии, обещанные государством, при этом вести работу не просто с обращениями, а с людьми. Вера Мещерякова, Валерий Клочков, репортер 73. 15% всего населения земного шара, а это более миллиарда человек, сталкивается с какой-либо формой инвалидности. Недавно во всем мире отмечался Международный день инвалидов. Либо с привязкой к дате, либо просто удачно совпало, но аккурат в тематическую декаду людей с ограниченными возможностями в Ульяновск нагрянули новоявленные партнеры. Не с пустыми руками к тем, у кого руки отсутствуют. Татьяна Домоданова продолжит. Можно я расскажу? Расскажи. Мне одноклассники там. Один одноклассник, он у нас классик хулиган. И он дергал за мои пальцы и сломал. Два пальца. Два пальца первого протеза. Девятилетней жительницы Демитровграда Сони Батановой. Нам потом его отремонтировали. Мы еще им пользовались. Но он как бы уже вырос ребенок. Нужно было менять. И были сложности с коронениями. Четыре года ожидания и вот практически новогодний подарок. Сотрудники инновационного центра «Сколково» доставили в Ульяновск не просто протез. Современный девайс. Легкий, удобный, маневренный, высокотехнологичный. В России эти протезы можно получить на бесплатной основе. Государство целиком и полностью финансирует обеспечение такими протезами. Ну и собственно сама по себе отрасль была достаточно консервативной. И сейчас произошли такие очень существенные изменения, по сути, которые пациентов адаптируют к нынешнему реалию. Брать предметы, ухаживать за собой, а еще кататься на велосипеде и прыгать через скакалку. То, что привычно для нас, благодаря таким устройствам, будет доступно людям, живущим без рук, в силу аномалии развития или полученной травмы. Через специальное приложение можно настроить 256 тысяч комбинаций жестов. Если вдруг даже ребенок быстро растет, возможны варианты, что меняется только приемная гильза, одеваемая на культер, и, условно говоря, сдвигаются места прикрепления датчиков. То есть, в принципе, он достаточно прост, достаточно удобен. Пока Сони делают необходимый подгон, представитель Сколково озвучивает полезные факты. Наш регион – 78-я площадка реализации Всероссийского социального проекта. Активные протезы, кисти и предплечья выданы нескольким нуждающимся мальчикам и девочкам. А на 2021 запланировано проведение КИБ-атлетики – масштабного действия, во время которого ульяновцы с ограниченными возможностями преодолеют полосу препятствий и продемонстрируют чудеса управления девайсами. Важно! Консультации по протезированию, проводимые представителями Сколково, для жителей региона бесплатны. Вы знаете, в эти декабрьские дни мы так много говорим о декаде инвалидов. С другой стороны, осознаем, насколько тяжело новые технологии привносятся в жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники инновационного центра в Сколково рассказали мне, что два года безуспешно обивают региональные пороги. И, наконец, сейчас, несмотря на то, что морозы крепчают, лед таки тронулся. Семь протезов уже на месте, а в будущем, надеемся, их будет больше. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Ульяновская область – настоящий родниковый край. Аварди, панда в Николаевском районе, Никольские родники, гидрологический памятник на территории Труслейского лесничества в Индинском районе, окненный, часовенный источник, бездонный колодец, белый ключ – все сразу и не вспомнить. Почти десяток ключей можно насчитать и в Ульяновске. Чтобы сохранить уникальные памятники природы, за ними нужно регулярно ухаживать и облагораживать. Павел Петриков о том, как это сделано, на примере областного центра. В прославленный Белоключевский родник железнодорожного района жители Ульяновска охотно идут и в зной, и в морозы. Чистая и свежая вода его известна на всю округу. Такое пристальное внимание не обошлось без негативных последствий. Несколько лет природниковая территория мирилась с бесхозяйственным людским отношением. От реставрирована сзади у меня стоит лестница, она полностью отреставрирована, покрашена, переварена. В общем, работы было много сделано. Меня частенько привлекают выполнять работу в других водниках. Мне это очень нравится, моим ребятам тоже нравится. Кроме лестницы там заменили и старые, превратившиеся в труху, верхние венцы срубов. Покрасили лавочки, установили урны, очистили русло от мусора. И это только первый этап. В 21-м запланировано дополнительно отремонтировать отбойную стенку, пригождающую смыв с точными водами. Мы постоянно пользуемся этой водой. Очень хорошая вода. Каждую неделю набираем 40-литровую вочку, муж привозит домой. Родник нужен для сельчан. Во-первых, пользуются не только поселок, но и из города приезжают. Также проезжающие пользуются этой водой. В Белом ключе находятся сразу три источника, дающих 9,5 литров воды в секунду. Самое главное, идеально чистый, прокипятил и можно пить. Каждый известный родник в регионе проходит проверку. На территории Белого ключа располагаются аншлаги. На аншлаге вывешивается информация ежегодно о составе воды, о качестве на составе воды. Родник, Белый ключ по всем своим параметрам подходит, по всем стандартам санитарным, к роднику питьевого водоснабжения. То есть превышений здесь не отмечается. Наша область может похвастаться обилием различных природных водных источников, разбросанных по всей территории. Настоящий родниковый край. На их благоустройство в 2020-м направили 2 миллиона 400 тысяч рублей. Сейчас в настоящее время благоустроено 24 родника. На следующий год также госпрограммы предусмотрены субсидии на 2021 год в размере также 2 миллиона 400 на благоустройство 24 родников на территории Ульяновской области. В целом в этом году с благоустройством лучше всех справились Индзинский, Меликесский, Сингелейский, Налмалоклинские районы. И, конечно, сам город Ульяновск. Павел Петриков, Геннадий Бухтаяров, репортер, 73. Не все в городе гладко с природой. Пока в одном конце облагораживают родники, в другом затеяли очередную свалку. Подальше от людских глаз. И понятно, что несут сюда не бытовой мусор в мешках. Сюда вообще не несут. Везут. Строительные отходы в битком набитых кузовах грузовиков. Кто устроил очередной беспредел? Как реагируют на него местные жители? И когда, наконец, кончится такого вакханалия? И можно будет сказать, реформа обращения с отходами заработала. Ответы на эти вопросы искала Маргарита Матюшинская. От строительного мусора до бытового такая вот стихийная свалка образовалась в черте города возле поймы реки Сельдь неподалеку от Московского шоссе. После экологической реформы такие горы мусора должны были исчезнуть. Но мало того, что они остались, так они еще и пополняются. Нерадужный пейзаж открывается не всем, но его краски могут повлиять на весь город. В строительном мусоре есть примеси вредных веществ, говорят эксперты. Попадя они в реку Сельдь, оттуда переместятся в Свиягу. Дальнейшее течение ситуации предугадать сложно, но опасность для природы уже есть. Большинство людей к мусорным холмам относятся нормально, даже находят в этом плюсы. Я ничего не могу рассказать. Я человек как бы посторонний. Просто дрова мне нужны. Я пришел, нашел в него. Но вы знаете, что здесь как бы можно найти вот такие вот... Ну здесь я недалеко работаю. Вообще-то кто-то заезжает? Видели? Нет, ничего не видел, не знаю. Островки отходов повсюду выбрасывают мусор неподалеку в посадке. 10 декабря специалист городской администрации выезжал на место. По его подсчетам накопилось около 3000 кубометров хлама. Она будет включена в реестр несанкционированных свалок города и силами администрации района, в данном случае Засвияжского, будет постепенно вывозиться по мере предоставления техники на это дело. Погода нелетная. Проводить субботник зимой нерационально, говорят специалисты. Уборку перенесут на весну или лето. За это время недобросовестные ульяновцы продолжат пополнять горы шлака, проводя черту между ответственным отношением к собственной планете и безразличию к ней. Бережно к экологии относятся представители Общероссийского народного фронта. Ежегодно они проводят работу по устранению свалок. Мы можем осветить, мы можем показать, мы можем до власти довести, что вот здесь она, свалка, возможности ликвидировать свалку ОНФ, естественно, не может. Мы можем до Москвы довести информацию, но у нас нет такой производственной базы, чтобы их ликвидировать. В региональный бюджет вносились предложения о финансировании и ликвидировании стихийных свалок. Депутаты их строчку вычеркнули, посчитав, что область справится с проблемой по старинке. По старинке пока только мусор скапливается, уходя в почву, попадая в поймы рек. 317 жалоб в сфере госзакупок. После проверок возбуждено 147 административных дел. Наложены миллионные штрафы. Таковы итоги за 9 месяцев работы Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области. Общую картину по судебным практикам Ульяновского УФАС на днях озвучили на брифинге с журналистами. Об этом далее. Жалобы, проверки, штрафы и нарушения судебной практики заявлены на брифинге с журналистами Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области главной темой. За 2020-й всего 23 судебных дела. Из них 20 выиграно. К большому сожалению, практика судебная, которая складывается в области антимонопольного законодательства, она совершенно неоднозначная. И мы видим, как специалисты, как юристы, которые рассматривают близко эти дела, она даже в различных регионах разная. Она разная и различна между федеральными округами. Мы видим, что иногда решение в Дальневосточном округе успешно проходит. У нас такое же решение, а в Приворском округе нам отменяют, допустим, такое решение. Яркий пример – дело с теплоснабжающей организацией, которая выставила завышенную плату за тепло двум ульяновским управляющим компаниям, а следовательно и сотням людей. Вмешалась антимонопольная служба и на организацию наложили минимальный штраф – 5,5 миллионов рублей. Естественно, ответчик был не согласен. После обжалования арбитражный суд признал решение УФАС законным и обоснованным, но снизил штраф вдвое. Ответчика не устроило и это решение, и уже в высших инстанциях города Самары он, по мнению УФАС, ушел от ответственности. Но специалисты надзорного органа не остановились и 30 ноября обжаловали последнее решение в арбитражном суде по Волжскому округу. В 87% УФАС имеют положительный результат судебной практики. Отдел финансовых рынков и рекламной деятельности в этом году отличился. 100% побед в суде. В первом случае это недобросовестная конкуренция на рынке кухонной мебели. И второе дело – недобросовестная конкуренция на рынке услуг по обучению иностранным языкам. Главная задача антимонопольщиков – предупредить органы власти и частные компании, куда двигаться не надо, чтобы подобные неправильные шаги не повторялись. Марина Тимофеева, Константин Никитин, репортер 73. Алкоголь с вакциной от коронавируса несовместим. Это миф, заявляет светила медицины. В частности, директор научно-исследовательского центра имени Гамалея, академик Ран Александр Гинсбург, рассказал. Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Академик добавил, что правило справедливо для любой вакцины от любого заболевания. Тем не менее, медики настоятельно рекомендуют воздержаться от алкоголя в течение трех суток после укола. И далее коротко о других интересных событиях из жизни региона. Нападение на медиков во время исполнениями своих служебных обязанностей караются строго. Ульяновские два года колонии грозит мужчине, напавшему на фельдшера скорой помощи, прибывшего для оказания содействия беременной женщине. Ее сожитель набросился на медика и угрожал убийством. Дело расследовано по статьям 115 и 119 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозы убийством» и направлено в суд. Индустриальные парки Ульяновской области впервые попали в высший класс инвестиционной привлекательности. Соответствующую оценку промзоне Заволжья и особой портовой экономической зоне Ульяновск дал аналитический центр «Эксперт». Их рейтинг инвест-привлекательности определен как высший АА-класс. В списке из 120 позиций Заволжья заняла 11 место по С-15. При оценке учитывались локация, ресурсы и их стоимость, качество работы с резидентами, набор оказываемых услуг, налоговые и таможенные льготы для инвесторов. 94% ульяновцев на вопрос в Инстаграм Сергея Морозова «Нужен ли региону выходной 31 декабря?» ответили утвердительно. Губернатор поддержал жителей области, отметив, в последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными. И призвал всех работодателей сделать его выходным. Сам как работодатель подписав распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 числа. Почти год назад, 31 декабря 2019-го, завершилась региональная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». За время ее работы улучшить жилищные условия получилось почти у тысячи семей. Программы поддержки пользуются спросом, их продолжают и совершенствуют. Не забудут и о создании комфортных условий для жителей села, что решит сразу две проблемы – демографическую и оттока специалистов. О доступных мерах – следующий материал. Супруги Лазаричевой вместе уже четыре года. В скором времени семья ждет пополнения. Третий малыш появится как новогодний подарок. Конечно, такому большому семейству нужен уютный дом. Весь это объявление решили зайти узнать, посмотрели. Нам понравился очень. Подумали вечером и решили узнать насчет ипотеки. Как раз говорили про эту ипотеку новую. Условия сельской ипотеки расположили. Банк одобрил желание семьи обзавестись жильем. В конце августа Лазаричевы отпраздновали новоселье. Уже 272 семьи воспользовались сельской ипотекой. Еще 180 заявок одобрено до конца года. Специалисты отмечают, интерес растет, особенно среди молодежи. В 2021 году из федерального бюджета выделяется 4 миллиарда рублей, которые в регионе направят на улучшение условий жизни на сельских территориях. С одной стороны, будем говорить, почти больше полутора тысяч заявок, которые поступили на льготные кредиты, которые составляют до 3% сельской ипотеки. Но другая тема – возможности реализации задач муниципалитетов, которые должны решить эту проблему в обязательном порядке. В каждом районе определяют целевые показатели. Исходя из возможностей и потребностей, координировать выполнение будет специально созданный проектный офис. Сельский дом саккумулирует не только вопросы строительства семьями домов, но и поможет следить за выполнением программ развития населенного пункта. Кроме того, единоразовой адресной поддержки недостаточно. Нужно социальное сопровождение, на чем сделала акцент глава региона. С марта 2020 года от жителей региона поступило 1565 заявок. Еще 180 заявок до конца этого года будут выданы. Ну вот мы смотрим, да, 1700 практически, так сказать, даже чуть больше будет. Кто? Сколько из них построено жилья? Кто конкретно каждую семью сейчас сопровождает? Важный аспект в работе – законотворческая инициатива. Депутаты регионального парламента готовы внести необходимые дополнения в действующий законодательный акт, касающийся координации действий программ. Началось с Антарктиды, продолжают дело Ленин и дети, а закончится все кадрилью. Драмтеатр принимает гостей и оценивает их, выставляя оценки. Фестиваль «История государства, российского отечества и судьбы» проходит с 5 по 12 декабря. Традиционные события в непривычном формате. Пускают ли зрители, надевают ли актеры маски и не потерял ли фестиваль масштаба? Узнаете из следующего сюжета. Зрители займут место на сцене. Такое решение принял режиссер спектакля «Ленин и дети». Этот спектакль принял участие в фестивале «История государства, российского отечества и судьбы». 14 театров приедут показать свои работы ульяновскому зрителю и экспертам. Израиль, Дания, Донецк, Москва, Санкт-Петербург. География обширна, несмотря на бушующий вирус. Но даже высокое искусство не игнорирует меры предосторожности. Антисептик и термометрия при входе. Зрители в масках, актеры тоже. Только у последних маски не медицинские, сценические. О, любовь жестокая. О, любящее зло. Из ничего создавшееся нечто. Грустное веселье. Суета серьезная. Ульяновские артисты представят семь спектаклей, один из которых «Ленин и дети» работы драмтеатра. История в современной интерпретации придется по нраву любому поколению. Говорят об этом и эксперты. Спектакли всех конкурсантов по-своему уникальны. По классике жанра выбрать лучшего непросто. Вот та тишина, которая установилась в зале, и то внимание, которое было средоточено на сцену, ребят, которым 15-14 лет, вот это самое ценное. Значит, актерам удалось проникнуть в их души. Вместо привычной шумной суеты – пустые коридоры. Зал может быть заполнен лишь на 25%. Для остальных – онлайн-трансляция. Через экран, конечно, сложно ощутить энергетику артистов и атмосферу, которую они создают. Онлайн-формат также дает возможность познакомиться со спектаклем. Люди стараются прежде всего посмотреть спектакль. Онлайн они тоже могут это посмотреть. И то, что такая большая насыщенная программа в этом году, нисколько не уступающая предыдущим программам, вот это, конечно, большой плюс и, так сказать, респект организаторам фестиваля. За семь лет существования фестиваль эволюционировал в серьезный международный проект. Опасения организаторов, что пандемия отодвинет прогресс назад, не оправдались. Все больше участников, профессионалов, лучшие региональные и федеральные эксперты из Москвы и Питера в том числе. Фестиваль, вопреки всему и во имя истории, живет, сохраняя память о героизме наших предков. Маргарита Мутишинская, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Зимой покупать выгодно. Акция от Центра металлокровли. Купи профнастил или металлочерепицу сегодня по зимней низкой цене и забери, когда удобно. Станет дороже? Доплаты не нужно. А станет дешевле? Заберешь разницу. Хранение бесплатно. И в завершении. Телефон рекламного отдела 30-41-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30-41-73 и вы в эфире Репортера 73. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин